В чем проявляется кризис в отношениях? Они не умеют слушать, они не умеют доносить до партнера какие-то свои ожидания. Такие кризисы. Почему у нас в стране растет количество разводов? Они постоянно рефлексируют отношения, думают намного больше, чем бы это было полезно. Нет таких сложных, долгоиграющих условий, согласно которым люди там разводятся. У нас очень любят жениться и очень любят разводиться. Не отчаиваются люди, верят в институт брака. Можно говорить о том, что раз мы опережаем все страны по количеству разводов, то мы та самая страна, которая относится к тому, что у нас большое количество заключаемых браков. Как понять, что развестись – это не эмоциональный порыв, а единственный возможный вариант развития событий? Происходит ситуативный разрыв, когда они друг друга уже не слышат, нет сил разговаривать, и создается впечатление вообще бессмысленного разговора. Он будет оправдываться, и в случае, когда его призывают к ответственности, он будет агрессировать. Не признает ответственности своей в этой ситуации, находит всякие оправдания, не поддерживает свою супругу, которой стоило бы услышать извинения, объяснения, да, и заверения о том, что я тебя услышу, наметила отправную точку, которая приведет их с высокой вероятностью к разводу, является следующим. Ну, смотрите, такая типичная российская схема. Куда деваются силы после очередного выяснения отношений? Он истощается из-за того, что он себя принуждает, понимая, что бесследно это никак-то не проходит. Вот это уныние, отчаяние – это потому, что именно ты не знаешь, что тебе делать. Перевернем календарь в новом выпуске программы «Разговор по душам» во вторник, 3 сентября в 18.15 на телеканале «Самары ГИС». Гость в студии – психолог Ольга Галкина. Субтитры создавал DimaTorzok